Творчество Василия Васильевича Кандинского – уникальное явление русского и европейского искусства. Именно этому художнику, наделенному могучим дарованием, блестящим интеллектом и тонкой духовной интуицией, суждено было совершить подлинный переворот в живописи и создать первые абстрактные композиции. Судьба Кандинского складывалась не совсем обычной. До 30 лет он и не помышлял об искусстве. Закончив в 1893 году юридический факультет Московского университета, он начал работать над диссертацией, участвовал в этнографической экспедиции на севере России, а в 1896 году получил приглашение из университета в Дерпте, ныне Тарту, Эстония, занять должность в приват-тоцентре. Но в том же году Кандинский внезапно изменил свою жизнь. Поводом для этого послужило впечатление от картины «Стоксена» Клода Мане на французской индустриальной и художественной выставке в Москве. Отказавшись от кафедры, он уехал в Германию учиться живописи. Кандинский обосновался в Мюнхене, который на рубеже веков был признанным центром немецкого модерна. Он занимался сначала в частной школе живописи, а позднее в Мюнхенской академии художеств у франца фон Штука. Живя в Германии, Кандинский почти каждый год приезжал в Россию и представлял свои работы на выставках Московского товарищества художников, Нового общества художников и других. В журналах «Мир искусства» и «Аполлон» появлялись его статьи об искусстве Германии, сыгравшую столь важную роль в формировании творческой личности живописца. В то же время Кандинского волновало и вдохновляла русская художественная традиция. Иконы, древние храмы, сказочные персонажи – все они часто присутствуют в его работах, что говорит о влиянии на него мастеров мира искусства. Кандинский был прирожденным лидером. Уже с 1901 года, едва закончив обучение, он возглавил художественное общество «Фаланга». Участвовал в его выставках и работал в созданной при нем школе. В 1909 году мастер организовал новое Людминское художественное объединение, а в 1912 году – группу «Синий всадник». В работах Кандинского 1900-1910 годов чувствуются разнообразные влияния. От немецкого экспрессионизма и французского фавизма, в таких работах, как «Вид Мурнау», «Дом в Мурнау на Абермаркте», до российского мира искусства «Дамы в кринолинах». Не без воздействия символизма Кандинский обратился к графике, создав цикл гравюр на дереве, стихи без слов. В начале 10-х годов ясно определилось главное направление творческих поисков Кандинского. Он хотел сосредоточить все средства живописи на передаче сложной системы чувств и ощущений, которые живут в потаенных глубинах души художника и не зависят от материального мира. Теоретически мастер сформулировал эту проблему в книге о духовном в искусстве, но практическое решение пришло к нему внезапно и необычно. Художник сам описал произошедший в его сознании переворот в работе ступени. Я вдруг увидел перед собой неописуемо прекрасную, пропитанную внутренним горением картинам. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден. Это была моя собственная картина, прислоненная к стене и стоявшая на боку. В общем, мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вверена моим картинам. Наверное, в ту минуту потрясенный мастер вряд ли осознавал, что случайно поставленная на бок картина станет истоком нового направления в искусстве абстракционизма. По Кандинскому именно линия и цветовое пятно, а не сюжет, являются носителями духовного начала. Их сочетания рождают внутренний звук, вызывающий отклик в душе зрителей. Василий Кандинский обладал редким свойством – синестезией. Это означает, что воздействие на один орган чувств вызывало реакцию в другом. Цвета и нарисованные знаки у него вызывали определенные звуки или музыкальные ноты. И наоборот. Кандинский видел звуки и слышал красный. Желтый – как высокое громкое звучание трубы. Синий – светлого оттенка, как флейта. Темного – виолончель. Все темные цвета – контрабас, орган, то есть низкие тона. Зеленый – спокойные, растянутые звуки скрипки. Зеленый – в желтое, повышающиеся тона скрипки. Яркий красный цвет – как сильный звук фанфары. Красный холодного оттенка – средние и низкие звуки виолончельных и т.д. Кандинский описал свойства красок, характеризующихся тремя признаками – цвет, тон и интенсивность, которые играют важную роль в создании эмоционального строя произведения. В музыке такое же значение имеет тембру музыкальных инструментов. Первой парой контрастов художник называет «желтым» и «синим», склонность к которым и определяет теплоту и легкого краски. Движение желтого цвета устремлено к человеку. Желтый будто бы перепрыгивает через границы, рассеивает силы в окружающие. Он беспокоит, будоражит, действует нахально и назойливо. Желтый имеет большую склонность к светлым тонам, что может быть доведено до невероятной силы. Звучание при этом похоже на все громче становящийся звук высокой трубы или фанфары на верхних нотах. Желтый цвет – типично земной цвет. Он не может быть доведен до большой глубины. При охлаждении синим этот цвет получает болезненный эффект. Синий цвет движется от человека к собственному центру и обладает даром глубины. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по-непорочному и сверхчувственному. Это цвет неба, как мы представляем его себе при звучании самого этого слова. Синий – типичный небесный цвет. При сильном его углублении развивается элемент покоя. Погружаясь в черное, он приобретает свойства нечеловеческой печали. Переходя в светлое, которому синий цвет имеет меньше склонности, он приобретает более безразличный характер и как высокое голубое небо делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более обеззвучен, пока не перейдет к состоянию безболвного покоя, то есть не станет белым. В абстрактной живописи Кандинского нет прямых связей с реальностью. Цветовые пятна и линии образуют захватывающий дух стихии движения. Композиции Кандинского не имели индивидуальных названий, только номера. Создавая абстрактные работы, Кандинский фактически изменил природу живописи, искусство, тесно связанного с повествованием, и приблизил ее к музыке, которая призвана не изображать, а выражать наиболее сложные душевные состояния. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, Кандинский вернулся в Москву. Вторая половина десятых и двадцатых годов были для него периодом активной общественной и педагогической деятельности. Он работал в организации по охране памятников, руководил Институтом художественной культуры, преподавал в государственных художественных свободных мастерских, не прекращая при этом работать как живописец. Абстрактные полотна Кандинского тех лет стали мягче и светлее по колориту, усилилась роль линии, большее внимание уделялось свободному пространству. В композиции 6 крупные пятна и удары кистью, тонкие комбинации коротких линий и широкие полосы сочных оттенков, мягко перетекают друг в друга, или наоборот, резко сталкиваются. Контраст теплого и холодного, светлого и темного, бледного и яркого стал основой единой системы колорита картины, вобравшей в себя все возможные варианты цветовых сочетаний. Отсутствие конкретного сюжета в таком произведении не означает, однако, отсутствие содержания. Напряженное движение цвета и линии выражает сложную, внутренне накаленную жизнь человеческого духа. Оно связано с такими ощущениями, которые нельзя выразить словами, и которые каждый человек переживает по-своему. Пребывание Кандинского в России было недолгим. В конце 1921 года он навсегда покинул страну. Известный немецкий архитектор Вальтер Гропиус пригласил его преподавать в Балхаузе, высшей архитектурной и художественной школе, которая находилась в Беймаре. А в 1925 году переехал в Дессау. Здесь он написал книгу «Линия и точка на плоскость». Тогда же к Кандинскому пришло настоящее мировое признание. Он участвовал в многочисленных выставках в городах Германии, публиковал теоретические труды, а в 1923 году устроил первую персональную выставку в Нью-Йорке. В отличие от романтического Мюнхенского, этот период в творчестве Кандинского обычно называют холодным или классическим. В его работах пятно все более уступало место линии, живописность, сухому геометризму, динамикам, равновесию. Наряду с треугольниками и квадратами композиции включали в себя круг как символ совершенства и полноты мироздания. В 1933 году, после прихода к власти нацистов и закрытия Баухауса, художник эмигрировал во Францию. Он напряженно работал в 30-х годах, но его творчество оказалось в стороне от главной линии развития современного искусства. Другие мастера шли по пути освоения новых форм абстрактной живописи, путь которой когда-то проложил Василий Кандинский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok